Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодняшнее видео будет посвящено подключению дисплейчика на чипе ST7735 к процессору STM. И вот это хороший пример для того, чтобы объяснить, почему я так люблю библиотеку HAL и, собственно, рассказать о том, как я ее использую в своих проектах и почему я даже не планирую отказываться от библиотеки HAL, сколько бы каких-то нелестных слов о ней я бы не слышал. Конечно, в определенной мере это видео будет больше так полезно начинающим, но я думаю, что каждый найдет в нем что-то любопытное. Прежде всего, почему именно этот дисплей и зачем он мне нужен? Дело в том, что недавно обратился один из подписчиков, который желал заказать небольшую партию контроллеров, и он видел, что этот контроллер будет с дисплеем. С другой стороны, я уже использую OLED-дисплейчики в некоторых своих контроллерах, и они мне в корне не нравятся. Не нравятся, потому что спустя год-два эксплуатации дисплей заметно выгорает. Именно поэтому я считаю OLED-дисплеи достаточно ненадежными. Ну и, конечно, это цена. То есть, за 1,8 дюйма дисплей я заплачу где-то около 128-130 рублей, ну это если покупать на Алиэкспресс. То есть, дисплей мне понравился, осталось его испытать в работе. Этот дисплей очень распространен, его активно торгуют на Алиэкспресс, и поэтому я не стал заморачиваться с тем, чтобы написать свою библиотеку, а наоборот изучил, что есть в интернете, и нашел очень приятную библиотечку, о которой дальше и пойдет речь. С подключением тоже все достаточно просто, всего 8 проводов. Это питание 3,3 Вольта, подсветка, сброс дисплея, и, соответственно, 4 провода, это шина SPI. Тут ничего необычного нет, я подключил это к микроконтроллеру, это серия F030, и я его взял как самый малоскоростной, чтобы было видно все дефекты, ну и дальше мы уже продолжим работу в кубе, где я покажу, как создавался проект. Итак, вот можно уже видеть готовый проект, STM32F030F4P, вот в таком тест-сопе 20-ножечном, и здесь что включено? В разделе SIS включена отладка по CL-wire, то есть вот они, два вывода, клоки и обмен данными у нас включены. В качестве источника времени это C-Stick, и включен SPI в режиме Transmit Only, здесь включено формат передачи 8-бит, ну, кстати, на этом процессоре можно вообще все что угодно, и прескейлер выставлен на четверку, потому что на двоечку нам поставить не дают. Ну и ладно, пусть будет 12 мегабит в секунду, дисплейчик, конечно, будет дико тормозить, конечно, ему надо бы скорость побольше дать, потому что здесь будет видно обновление экрана, но зато будет и видно некоторые вещи, которые я хочу показать про библиотеку HAL, их будет более заметно, и мы сможем насладиться этим от души. Больше ничего необычного здесь в настройках нет, единственное, что стоит показать, это настройки, что у меня он будет работать на максимально возможной для него частоте 48 МГц, ну и все, можно создавать, генерировать проект. Ну вот я решил, воспользовавшись вот этой минуточкой, немножечко рассказать о самом дисплее. Вариантов подключения к микроконтроллеру у него достаточно много, это 8, 9, 16 бит серийный интерфейс SPI, а также у него есть, насколько мне известно, параллельный режим. Давайте посмотрим более подробно. Вот есть диаграмма, которая объясняет, как он работает по трехпроводному интерфейсу последовательному, и здесь можно заметить, что это 9-битный SPI, потому что старшим передается бит, определяющий это данные, передаются сейчас, или команда. Это очень похоже на вот недавнее видео про нокиевский дисплей, то есть принцип работы с ним такой же. Но есть возможность использовать и четырехпроводный SPI, когда отдельной линией DC обозначается данная или команда, и тогда SPI становится стандартным, то есть это 8-битный традиционный SPI. Но мне вот этот вариант нравится гораздо больше, потому что, во-первых, лишнее время на передачу бита не тратится, а во-вторых, так проще использовать библиотеку имеющуюся. Итак, вот перед нами созданный кубом проект. Я уже единственное подключил сюда библиотечечку, вот ее файл лежит. Давайте откроем main.c. Да, вот он абсолютно пустой. Здесь есть демо, SPI, порты ввода-вывода. Идет что у нас, инициализация. Идет инициализация библиотеки HAL. System Clock. Дальше, порты ввода-вывода, демо и SPI 1. Все, больше здесь ничего не существует. Все остальное пустое. Теперь давайте посмотрим... А, нет, нам же надо вот сюда, я же хочу писать демонстрационное. Давайте будем писать нашу библиотеку. Include. Соответственно, пишем, как она там называется? ST7735.H. Вот. Так. Что у нас? Ага. И начались ошибки. Ну, почему? Потому что создатель этой библиотечки, он ее создавал для другого процессора. И вот мы можем даже увидеть, для какого. Скорее всего, что он использовал ее совместно со 103-м процессором на вот этой вот китайской 100-рублевой платке BluePill. Ну, нам остается что сделать? А мы ее быстренько перепишем. И вот теперь она у нас... Так ведь, по идее, должно быть здесь, что не нравится. А, ну, конечно. Вот здесь у нас тоже будет необходимо переписать, какую же библиотечку нам использовать. Что все? Или еще что-то? А, вот теперь вот здесь. Я примерно себе представляю... Не подумайте, что я такой умный. Я примерно представляю, какие будут ошибки, потому что я уже так тихенько со стороны просмотрел эту библиотечку. Давайте же попытаемся теперь вот это вот все дело откомпилировать. Так, вот мы компилируем. И мы получили некоторое количество ошибочек. Ну, а именно 30 ошибок. Давайте же посмотрим на них поподробнее и попытаемся разобраться, из-за чего они вообще возникли. Ох, мама, ты же моя! Ну, в общем... Действительно, автор этой библиотеки. А библиотека, я потом покажу, где ее брать. Вот. И ссылочка, скорее всего, что на нее будет в описании. Несмотря на то, что это не мое творчество. И, кстати, вот любителям авторских прав я вам скажу, что в библиотеке никакого заголовка, ничего нет. Поэтому сказать, откуда у нее ноги растут, я не могу. И на автора сослаться тем более не могу. Поэтому, в общем-то, свои претензии по авторскому праву можете оставить при себе. Давайте смотреть, из-за чего же ошибки. Ошибки из-за того, что человек писал ее на регистрах. Как это достаточно модно делать. И вот как. Ну вот, как сейчас должен повести себя начинающий, да? То есть, для начинающего вот это, это действительно, ну, темный лес. То есть, по идее, что сейчас мы ему посоветуем? Это пойти разобраться, как в 103-м процессоре вот это работает. А потом попытаться переписать это на свой процессор. На самом деле, ну, в этом смысла немного. Поэтому мы можем переписать эту библиотеку под себя. И вот здесь очень сильно пригождается хал. То есть, действительно, хал позволяет поубирать. Ну вот, давайте вот просто вот проясню. Ну вот, смотрите. А 0 хай. Давайте откроем и посмотрим, что же здесь подразумевалось. А люди брали, и вот они такими вот макросами, они сделали, что, допустим, лоу. Они в этот порт меняют битик, соответственно, переключают ножку в состояние из одного в другое состояние. То есть, начинающему это достаточно тяжело. Поэтому, единственное, что он может сделать вот в этой ситуации, это воспользоваться, уйти на уровень выше, себя немножечко абстрагировать от железа, железа, ну, написав вот примерно следующее. То есть, превратить на работу с регистрами, превратить в халовские команды. Write pin, port, какой именно pin, и какое состояние. Это в данном случае очень легко сделать по комментариям. То есть, поднимаем вот эту ножку, точнее, прижимаем ее в нижнее положение, подключаем ее, ну, высокий уровень даем. То есть, в принципе, вот это позволяет пользователю... Ведь у нас задача, на самом деле, к чему я клоню? Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее получить работающее изделие. А для чего это нужно? А для того, чтобы начинающий увидел, что оно работает, и смог понять, что у него хотя бы в электронной части нет проблем, нет ошибок. Ведь как оно бывает? Это когда профессионал, да, у него есть там осциллограф, у него есть средства отладки, он понимает, как это делать, и он может это сделать легко. А начинающий, ну, кстати, не только начинающий, но и тот, кто вот впервые берет этот процессор или берет дисплей, да, для кого это еще не привычное, чтобы не тратить свое драгоценное время, то проще уходить на уровень выше и работать с халом. И, соответственно, вот так я прошелся по всем функциям. То есть, ну, вот, допустим, здесь какие есть? Ну, вот, посмотрите. Вот через регистры они пытаются работать и отправлять по SPI данные. Это тоже не будет компилироваться. Вот эти строки тоже не будут компилироваться, потому что непонятно, где он вот это взял LCD SPI, где они это определили. Это было утрачено из исходного проекта и теперь это восстановить тяжело. Более того, ну, вот эти флаги, вот мне они, например, непривычны. Да, я понимаю, что они здесь примерно определяют, но или нужно лезть в документацию или смотреть. Поэтому я переписываю все это на более высокий уровень. И, чтобы не тратить ваше время, давайте я покажу уже готовое изделие. Вот можно наблюдать эта библиотека уже переписанная. То есть, мы вместо вот тех работы с регистрами мы можем видеть Hi, Hull SPI Transmit. Здесь точно так же. Значит, там, где вот необходимо работать с ножкой данные это или ножка DC, которая определяет данные или команда. Вот она управляется Hull. Изменены там, где были задержки, реализованные свойства, ну, внутри этой библиотеки. Заменено на Hull Delay. Из процедуры инициализации была убрана вся работа по настройке SPI, потому что у нас есть SPI и настраивается отдельно в Unity библиотеке. Вот она. Настраивается. Ну, и получилась вот такая вот библиотека, которую я сейчас... А, нет. Помимо библиотеки я написал в MainC, я добавил сюда кусок кода, а именно мы инициализируем, очищаем дисплей и дальше начинаем, что делать? Мы рисуем два символа, потом в библиотеке неспроста же я выбрал именно эту библиотеку. В ней есть возможность рисования таких очень простых, примитивных, но кнопок с текстом внутри. И всего-то надо... Мы объявляем переменную типа кнопка и инициализируем ее. Ну, тут я с ней игрался. Мы ее отображаем на экране, можем дестроить на экране. Точно так же есть прогресс-бар, который можно заполнять так динамично. Вот. Я буду очищать дисплей, но я пробегусь вот вкратце, потом расскажу о функции в библиотеке. Так, есть встроенный в библиотеку листбокс, который тоже можно перелистывать. То есть, в принципе, сделать на этой графической библиотеке меню будет вообще несложно. То есть, вот, написав такой примитивный код, я попытался для себя сделать, ну, как демонстрашку работы этого дисплея. Соответственно, давайте мы откомпилируем весь этот код. Он должен, насколько я понимаю, откомпилироваться без проблем. Да. И зальем в устройство для того, чтобы посмотреть, как это работает. И сейчас я вам это продемонстрирую. И вот мы с вами можем наблюдать результат выполнения той тестовой программы, которую я написал. Ну, прежде всего, вот, все, что бросается в глаза, это безумно медленное обновление дисплея. То есть, это занимает почти секунду. Вот, кстати, вы видите кнопочку. Вот у нас пошел прогресс бар, показывается. Потом будут переключаться цвета различные. Ну, то есть, очищаться экраны, заливаться фоновым цветом. И мы можем наблюдать, что действительно с библиотекой Hall дисплей работает очень тормознуто. Ну, вот, вот вы сейчас это и видите. Но на это было потрачено крайне мало времени. То есть, библиотека Hall полезна тем, что я получил рабочий проект, который мне позволил убедиться в том, что железо работает правильно, я все подпаял. Буквально, ну, вот, чтобы не соврать, минут за 40. То есть, за 40 минут мы получили рабочий проект. А теперь дальше, когда вы уперлись, то есть, библиотека Hall сэкономила ваше время, а теперь мы уперлись в некоторые ограничения этой самой библиотеки. Давайте посмотрим, из чего они проистекают. Для того, чтобы сделать функцию, ну, вот, к примеру, Hall ифов. Они блокируют хал, они, значит, отслеживают состояние, они определяют структуры и так далее, и тому подобное. Тут есть вставки, если у нас проверка контрольной суммы, а не 16-битный ли это режим, а если 16-битный, то так, то так, то так. И вот куча кода, разумеется, который выполняется вполне конкретное время, и это не быстро. Но, когда вы берете вот этот код и хотите его, то есть, вы его взяли, скопировали, а потом вы его хотите оптимизировать, то вы приходите, что вот это Hall Transmit надо заменить вот на такой весьма скромный кусочек кода, и получил я его, именно упрощая библиотеку Hall. То есть, вы можете следующим шагом, то есть, некоторые вещи, ну, вот, как, допустим, работу с портами ввода-вывода, да, давайте посмотрим, как они устроены внутри библиотеки. А все просто, они работают с регистрами, вот и все. Вот, HALC, PIO, write pin, это вот несколько строчек. Разумеется, если посмотреть ассемблерный код, он крайне простой, и эта команда, она выполняется очень быстро. Ее можно не оптимизировать. А там, где вы видите, ну, вот, как, например, вот, HAL Transmit, вы можете действительно в последующем, оптимизируя ваш код, тогда, когда он работает, тогда уже, когда вы видите его все недостатки и недочеты, тогда вы можете это оптимизировать и посмотреть, вот, давайте сейчас мы его зальем в устройство и посмотрим на примере, насколько быстрее стала выполняться наша задача. я нажимаю на клавишу Reset и вот, посмотрите, насколько быстро происходит обновление экрана. То есть, да, камера, конечно, накладывает свое вот какое-то мерцание, но мы сейчас попытаемся сравнить, действительно, оптимизированная вот работа, допустим, SPI на регистрах, она быстрее. Можно, можно еще поднять скорость и избавиться даже от этого мерцания, для этого надо поднять все-таки тактовую частоту не 12 мегабит делать скорость общения с дисплеем, а больше. К сожалению, 12 мегабит это ограничение, наложенное на этот вот процессор. Ну, вот видите, и прогресс бар, и все остальные действуют они гораздо быстрее. И вот, прямо можно сравнить, как это выглядит обновление дисплея на библиотеке HALL и с использованием уже написанного кода на регистрах. Да, на регистрах это очевидно быстрее, но на библиотеке HALL это легче создавать, проще написать. Ну, и буквально несколько секунд о том, почему и была выбрана именно эта библиотека. Да, во всех библиотеках функции работы с железом, то есть, в данном случае управление ножками и передачей данных, они всегда вынесены, но давайте посмотрим, что авторы этой библиотеки здесь сделали. Значит, есть функция, которая позволяет определить, какая область экрана должна быть перерисована, то есть, вы не обязаны перерисовывать весь экран, но это очистка экрана. Можно рисовать точку, горизонтальную, вертикальную линию, отобразить BMP, вывести символ, вывести символ другого размера, 7х11 пикселей, то есть, есть здесь прикрепленный, где он есть, вот таблица символов, вот 5х7 и 7х11, мы не будем их сейчас рассматривать. Значит, есть функция отрисовывания кнопки, да, в принципе, это можно сделать руками, но зачем, если это за нас уже все сделано, красиво делается, это функция инициализации структуры этого батончика, это его стирание, и в этом случае область, где была кнопочка, закрашивается фоновым цветом, который вы определяете. Это создание и отображение прогресс-бара, да, почему нет, подобрать цвета, может быть, чуть-чуть изменить дизайн, и весьма неплохо сделано. Установка прогресс-бара, какая процентовочка должна отображаться, его уничтожение прогресс-бара, лист-бокс, ну вот лист-бокс вы видели, там можно действительно есть функции set-selected, это какой элемент в данном случае выбранный, очень удобно, когда вы работаете, там у вас есть какие-то клавишки для того, чтобы вверх-вниз скролировать меню, ну, то есть можно построить здесь меню, и есть работа с экраном через DMA, то есть я в данном примере этого не показывал, но и вот отображение через DMA BMP-картиночки, то есть в принципе есть все необходимое для того, чтобы создать любой экранный элемент, то есть остается написать вот редактор, ну, для примера, чтобы можно было какие-то числовые значения вводить, и все, то есть дополнительного кода не нужно. В данном случае, конечно, вот тормоза, те, которые остались, это низкая скорость работы с самой процессорной шины, допустим, на том же 303-м процессоре F303, то там будет, конечно, в разы больше скорость, и не будет заметно миганий, но показал я на 0.30-м именно для того, чтобы это было видно и заметно. Итак, какие все-таки из этого выводы, и к чему я призываю? К тому, что библиотеку HAL надо использовать, она действительно экономит время, то есть начинающий или тот человек, для кого этот процессор новый, да, то есть кто еще не привык работать с регистрами, а ведь вы, когда переходите с одного процессора на другой, то есть вам все равно нужно доучиваться, надо изучать его личные особенности этого процессора, как в нем реализовано это все, то есть сколько часов вы потратите на чтение дата-шита? Ну, достаточно много, а здесь вот за 40 примерно минут я запустил на HAL проект, а потом еще потратил где-то около получаса на то, чтобы его оптимизировать, то есть те узкие места, которые без сомнения не существуют, то есть, но это же можно делать и в итоге все работает и за в сумме вот где-то полтора часа я получил реально работающий проект, который я могу показать людям и они скажут да, вот это нам подходит или вот такие вот замечания, то есть можно оценить пригодность того или иного инструмента. Вот собственно и все, значит, ссылочки некоторые будут в описании видео, некоторые, ну смысла нет например, этот демонстрационный проект выкладывать, потому что он все равно адаптирован под мой процессор и все равно даже в целях обучения вам предстоит сделать, пройти такой же путь для того, чтобы получить знания, а ссылочку на библиотеку, точнее на ту страницу, где я ее взял, я оставлю в описании. Всего вам доброго, оставляйте пожалуйста свои комментарии, подписывайтесь на канал, ну и до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok